Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иова, и сегодня мы будем делать обозрение шестой главы этой книги. Православная толковая Библия сообщает, что содержится в этой главе. Ответная речь Иова на речь или фаза. Это с 1 по 7 стих. Здесь Иов объясняет даже естественность ропота. Это с 8 по 27. Но говорит о желании смерти ввиду невозможности перенести страдания. Особенно без поддержки со стороны друзей. Об этом с 28 по 30 стих. Хотя, казалось бы, друзья пришли его утешать, но они так утешали, что лучше бы не приходили. И дальше просьба к друзьям внимательнее, вдумчивее отнестись к его речам. Вот это содержание шестой главы. И мы читаем ответная речь Иова на речь или фаза. Это тут как бы начало, с 1 по 7 стих. «И отвечал Иов и сказал, «О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое». Здесь он говорит о том, что страдания проистекают и от тех воплей, которые человек произносит, выкрикивает от невозможности переносить страдания. «О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое». То есть надо учитывать и боль, и невозможность терпеть боль. Вот невозможность терпеть боль – это вопли, то, что поражает вопли. Третий стих. «Оно верно перетянуло бы песок морей». То есть вот эти страдания, эти вопли, все это, наверное, перетянуло бы песок морей. «Оттого слова мои неистовые». Он как бы пытается объяснить, почему он так говорит. Христианские экзегеты настаивают на том, что весы использовались торговцами в то время, как и в наше, для взвешивания товаров. Иов желает, чтобы его страдания были взвешены, но даже морской песок, который символизирует неисчислимое множество, представляется ему слишком легким противовесом. Отчего он страдает? И вот четвертый стих. «Ибо стрелы вседержителя во мне», то есть суды Божьи как бы вонзились, как стрелы в меня, яд их пьет Дух мой, ужасы Божьи ополчились против меня. Действительно, когда человек страдает от тех, кого он любит, это тяжелые страдания. Страдать от родного отца – это очень тяжело. Страдать от Бога, и ты понимаешь, что Господь это тебе послал. Это тоже тяжело. И вот четвертый стих. «Ибо стрелы вседержителя во мне, яд их пьет Дух мой, ужасы Божьи ополчились против меня». Христианские экзогеты, ученые обращают внимание в «Седержитель», «Всемогущий», по-еврейски «Эль Шадай», по-гречески «Пантократор», титул Бога. Мы встречаем его и в книге «Бытия», 17 глава, 1 стих. Здесь Шадай, то есть «Пантократор», выступает в роли вершителя судьбы, воителя сходного с Решефом. Решеф – это Бог возмездия и войны в Хананейском пантеоне, который поражал болезнями людей, пускай в них стрелы из лука. То есть Иов говорит на языке о людей того времени, и в его речи много эфемизмов, которые не всегда нам понятны. Далее. «Ревет ли дикий осел на траве?» Тут как бы возникает вопрос, а зачем там осло реветь на траве? Ну и кушай эту травку, и все. «Мочит ли бык у месива своего?» А зачем? Пусть же там кушает. «Едят ли безвкусное без соли?» А зачем, если что-то безвкусное, не пользоваться солью? Вот безвкусным является, кстати, вареное яйцо. Желток только сообщает некий вкус. Поэтому мы солим. Поэтому далее сказано. «И есть ли вкус в яичном белке?» Понятно, что в нем нет вообще вкуса. «До чего не хотела коснуться душа моя?» То есть то, от чего душа все время отстранялась, то составляет отвратительную пищу мою. То есть когда начинаются суды Божьи, то нас постигает все то, чего мы боялись, чего мы опасались. Но говоря о судах Божьих, хотя это стрелы, отравленные ядом, как мы читали в 4 стихе, это ужасы Божьи, которые ополчаются против нас, при всем при этом мы должны признать, что суды Божьи, они более милосердны, чем суды, пересуды людей. И во второй книге Царств, 24 глава, с 13 по 15 стих, мы читаем. «И пришел гад, гад – это пророк, к Давиду, и возвестил ему, и сказал ему, избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжение 3 дней была моровая язва в стране твоей». Моровая язва, как тогда понимали, это то, что Бог попускает. «Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня, то есть что отвечать Богу». И сказал Давид гаду, «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие его, только бы в руки человеческие не впасть мне». И избрал себе Давид моровую язву во время сжатвы пшеницы, и послал Господь язву на израилетян от удара тяжелого, и это длилось от утра до назначенного времени, и началась язва в народе, и умерло из народа от Дана до Версавии 70 тысяч человек. Почему Давид избирает все-таки гнев Божий? Божественный гнев он всегда уравновешен с божественным милосердием. Потом божественный гнев он всегда правосуден, никто не будет наказан сверх меры, наказание будет строго соответствовать вине, а в нашем человеческом мире, если человека опрокидывают на землю, его начинают добивать ногами. И этим люди уподавляются бесам. Как известно, бесы пленных не берут, если они берут за кого-то, до самой погибели, до глубин ада. И далее говорится об естественности ропота, это с 8 по 27 стих, Иов как бы рассуждает о том, тяжело, но это как бы естественно. И он говорит, «О, когда бы сбылось желание моё и чаяние моё исполнил Бог, о, если бы благоволил Бог сокрушить меня, простёр руку свою и сразил меня». Здесь Иов с одной стороны говорит о том, что как бы его желание и его чаяния почему-то не исполняются. А с другой стороны он говорит, «Но Бог не хочет меня уничтожить. Если бы Бог хотел бы сокрушить меня полностью, Он простёр бы руку свою, сразил меня, а если после наказания я ещё жив, а известно, что долготерпение Божие ведёт к покаянию, это означает, что любое проявление божественного гнева имеет педагогическую цель, как говорил учитель церкви Ориген. Далее, 10 стих и ниже. «Это было бы ещё отрадой мне, и я крепился бы в моей беспощадной болезни, ибо я не отвергся из речений святого». То есть основание как бы переносить всё это, основание – это то, что он ещё жив. Значит, есть какое-то намерение Божие относительно него. «Что за сила у меня, чтобы надеяться мне?» То есть он как бы говорит, я, казалось бы, полностью сокрушён, но надежды не покидает. «И какой конец, чтобы длить мне жизнь мою?» А здесь он ропщит, он как бы говорит, «А может быть, я терплю напрасно?» «Твёрдость ли камней?» «Твёрдость моя?» То есть я человек из плоти. Неужели кто-то думает, что я должен быть твёрдый, как камень? «Иметь ли плоть моя?» «Да нет, она не медь, она плоть. Если во мне помощь для меня, он хочет найти в себе какие-то ресурсы, чтобы преодолеть бедствие, и если для меня какая опора к страждущему, должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к Вседержителю». То есть когда мы видим страждущего, любой страждущий, он должен быть в зоне нашего сострадания. И здесь Иов говорит очень категорично, к страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к Вседержителю. То есть если кто-то не проявляет сострадания, он забыл о Вседержителе, а о Боге мы знаем, что он посылает свет солнца на праведных и на неправедных, и дождем дождит на праведных и на неправедных. 15 стих. «Но братья мои неверны», то есть братья, это родные по крови, «как поток, как быстро текущий ручей», то есть они настолько изменчивы, здесь имеется в виду иссохшее русло, вади они называются. В дождливое время года иссохшее русло, вади, в Палестине переполнялись водой, но засушливый период, летом, когда особенно велика потребность в воде, они пересыхали. Вот нам, христианам, надо жить так, чтобы наша любовь и наше сострадание никогда не пересыхало, чтобы о нас не говорили, «но братья мои неверны, как поток, как быстро текущий ручей, то есть сегодня он есть, а завтра все высохло», или он настолько переменчив в своем движении, что не можешь разобраться, а для чего все это делается. И 16 стиха и далее, тоже как бы характеристика неверным братьям, которые черны от льда и в которых скрывается снег. Это когда вот дожди идут в послезимний период, грязный лед, грязный снег, когда становится тепло, они умоляются, то есть высыхают в Аде, а во время жары исчезают с мест своих, то есть пересыхают. Уклоняют они направление путей своих, заходят в пустыню и теряются, то есть вода куда-то утекла, ее не видно. Смотрят на них дороги фимаийские, надеются на них пути совейские, то есть земля ожидает, а когда же опять вода придет, наша доброта никогда не должна пересыхать. это совершенно недопустимо. Христианин должен оставаться христианином, а если соль перестала быть соленой, то она уже ни к чему не годна. Что такое соль, которая не соленая? Это песок какой-то, это не соль. Так и христианин, который не живет по заповедям Христа. Смотрят на них дороги фимаийские, надеются на них пути совейские. Экзегеты поясняют 19 стих дороги фимайские, фема, крупный оазис и торговый центр в северо-западной Аравии в 200 милях к югу от Дамаска. Фема который дал свое имя для названия оазиса был одним из сыновей Измайла. Об этом мы читаем Бытие 25 глава с 13 по 15 пути совейские Сава была важным торговым центром в юго-западной Аравии. То есть такое уточнение если это такие центры такие оазисы а как там без воды? Если мир сейчас истощился милосердием наше милосердие не должно прекращаться пересыхать. Далее «Но остаются отсутствие милосердия» когда люди совершают чудовищные преступления. Сейчас мир в объятиях таких конфликтов и считается что если ты убил одного человека то убийца. Но если ты виновен в гибели тысячи тысяч мужчин женщин детей стариков то это уже какая-то социологическая потребность «Говорил ли я?» восклицает Иов «Дайте мне или от достатка вашего заплатите за меня» то есть он сейчас нуждается только в милосердии которое высохло в сердцах его друзей и он говорит «Говорил ли я? Дайте мне или от достатка вашего заплатите за меня и избавьте меня от руки врага и от руки мучителей выкупите меня научите меня я замолчу укажите в чем я погрешил как сильны слова правды но что доказывают обличение ваше вы придумываете речи для обличения сейчас весь мир придумывает речи с каждой стороны конфликта для обличения другой стороны конфликта на ветер пускаете слова ваши это пустые подозрения фейковые обличения вы нападаете на сироту и роете яму другу вашему когда люди не замечают какому большому количеству людей они причиняют боли страдания это страшно итак здесь мы читали о естественности как бы ропота далее говорится о желании смерти ввиду невозможности переносить страдания особенно без поддержки со стороны друзей это с 28 по 30 стих просьба к друзьям внимательнее вдумчивее отнестись к его речам книга Иова я напоминаю это книга страданий в еврейском народе она читалась на смерть близкого человека когда человек умирал в доме переворачивали его кровать и читали эту книгу она объясняет почему мы страдаем вот Иов страдал он сильно страдал и люди пытались понять но каждый по-своему почему это происходит и Иов говорит но прошу вас взгляните на меня то есть посмотрите на того кто страдает буду ли я говорить ложь пред лицем вашим если человек говорит о том что он сам претерпел как его избили как его унизили а почему мы не должны верить пересмотрите если неправда переспросите правда моя пересмотреть переспросить правда моя если на языке моем неправда неужели гортань моя не может различить горечи и Юлиан Экланский епископ пишет убеждая своих друзей в том что те поступают и отзываются о нем не как друзья Иов здесь пытается показать что он не может быть по праву обвинен справедливыми судьями ни в злословии ни в стремлении к смерти пересмотрите если если не правда пересмотрите правда моя то есть Иов как бы говорит будьте сами судьями словам сказанным в общем присутствии так чтобы суд ваш отвечал справедливому суждению а не одному лишь стремлению изобличить вот сейчас любое суждение о других людях это стремление изобличить когда мы говорим о суде назначение суда не изобличать или оправдывать а устанавливать правду истину поэтому в любом конфликте всегда присутствует вина двух сторон да Иову за что-то было попущено все это но на самом деле Бог его ведет к совершенству его друзья пришли казалось бы утешать его но как по-разному вершится их суд какие разные мнения бывают об отдельно взятых людях о целых странах поистине только суды Божьи они истинны и нелицеприятны итак отцы братья сестры сегодня мы сделали обзор шестой главы книги Иова если мы будем живы Господь позволит в следующий раз мы сделаем обзор седьмой главы этой книги подписывайтесь на библейский портал Экзегет чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя